В солнечном миру, да-да-да! Первый конец народной республики. Позбавление Кобзона, звание подчестный гражданин мистера Славянска. Три года подряд на Донбассе в Славянске пытались и вот, наконец, лишили артиста и депутата Госдумы РФ Кобзона звание почетный гражданин города. Человек, который высказывается против народа Украины, против территориальной целости Украины, не может быть почетным гражданином города в стране Украины. Он носил это звание с 1999-го, но родившийся в Украине Кобзон поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Украинское министерство культуры внесло артиста в черный список. Его роль в этой пакости, которую нам русские занесли на восток Украины, она достаточно большая. Он своим вот этим вот, любовь к комсомолу весна, всей этой вот накладочкой на лысину и правильно взятыми нотами, он ее вдохновлял, озвучивал и своим вот этим авторитетом в той публике, он как бы их духовно кормлял и осенял. В октябре 2014-го Кобзон незаконно пересек границу Украины и выступил для боевиков так называемой ДНР. Мы все волшебники. И спел дуэтом с главарем группировки Захарченко. Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя снова, снова. После этого СБУ запретила Кобзону въезд в Украину. Я награжден всеми тремя степенями шахтерской славы, всеми тремя степенями шахтерской доблести. Я народный артист Украины и какая-то мразь запрещает мне въезд. Обидевшись, Кобзон отказался от звания народного артиста Украины. Взамен украинских Кобзон теперь с удовольствием принимает награды за заслуги перед так называемыми ЛДНР. Персона нон-грата в Украине Кобзон – частый гость в оккупированных городах Донбасса. Он не только поет, но и занимается пропагандой. Наши враги, эти украинские марионерки, они должны понять, что нельзя покорить Донбасс. Визиты Кобзона в оккупированный Донбасс – всегда повод для сюжетов на ТВ российском. Иосиф Кобзон сегодня вновь приехал с концертами в Донбасс. И местным подконтрольным боевикам. В этих сюжетах в духе советской эпохи и зашкаливающий пафос, и постановочные кадры с детьми. Его пьесы великолепные, и, конечно, мы переживаем очень, чтобы понравиться. Вот Кобзон в оккупированном Луганске. Теперь мы будем жить по-московскому. После концерта его ждет очередная награда – почетный знак за заслуги перед группировкой ЛНР первой степени. Украина, Ненека, матушка Россия. А вот Кобзон уже снова в так называемой ДНР. После концерта ему подарят местный псевдопаспорт, от которого он потом публично открестится. Активность Кобзона зашкаливает. Вот он уже и глава псевдоорганизации «Землячество донбассовцев». В репертуаре Кобзона уже не только старые советские хиты, но и новые песни о боевиках. Например, «Реквием по Мотороле». От свинцовых роз падали в снег с разбега. Собирая гроздями награды от боевиков, Кобзон растерял звания, полученные от украинских городов – Краматорск, Полтава и Днепр. Днепропетровск, мой дом родной. На самом деле родной город Кобзона – Часовьяр Донецкой области. Именно здесь он родился. И раньше в Украине Кобзон вел совсем другую жизнь. Например, дружил с украинской политической элитой. Ваши аплодисменты первому президенту Украины. Вот эту песню Леонид Данилович пел на передаче «Честь семей пригласить». Я сейчас поработаю бэк-вокалом у Виктора Федоровича. Сегодня Кобзон снова на бэк-вокале. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за оказанную честь. Кобзон никогда творчеством и не занимался, считает поэт Орлуша. То, что делал Кобзон и ранее, и сейчас – это скорее пропаганда, чем искусство. Если вы хотите коротко задать мне вопрос о моем отношении к Кобзону, то я могу выразить, что оно у меня не меняется с 1974 года. С моей точки зрения, не имеет отношения очень давно. Не к музыке, а когда имела, имела отношение к музыке, которая мне никогда не была нужна. У города Нью-Йорк или города Венеция, и у города Парижа нет почетных граждан. Почетный гражданин – это остаток совка. Донбасс-реалии пытались связаться с менеджерами певца, но их телефоны не отвечают. Поэтому так и не ясно, как же себя чувствует сам Кобзон, зная, что земляки больше не хотят о нем слышать. Татьяна Овинникова, Евгений Головин, Донбасс-реалии, Радио Свобода.